Вода попадает в дом из-за реки или из подземных. Из дома она опять чечет по трубам и попадает в станцию очистки. Потом она попадает в реки. Лицеисты-первоклассники изучают круговорот воды в доме. Сегодня у ребят необычный урок. Вместе с малышами на занятии их старшие товарищи, серьезные четвероклассники. За ходом урока наблюдает множество гостей. И к тому же у ребят новый незнакомый учитель. В лицее номер 230 открытые уроки проводят участники конкурса педагогических команд «Лидеры образования-2023». Конечно же это волнительно. В первую очередь потому что ты защищаешь не только честь своей работы, ты защищаешь честь своей школы, потому что это конкурс командный «Лидеры образования». То есть я защищаю честь своей команды, которая выступает от лица нашего лицея. Это конечно же волнительно. Значимое событие для меня в становлении как педагога. Среди прочих конкурсных испытаний урок самое значимое, ведь это основная форма педагогической деятельности учителя – взаимодействия наставника с учениками. Конкурсанты постарались организовать занятия так, чтобы за 20 минут не только дать знания, но и увлечь учеников. На уроке преподавателя Пензенского лицея современных технологий управления номер 2 Ксении Школьной ребята превратились в лаборантов. Как получается? Давайте. Какое у нас урок? Подожди. Все, давайте еще. Аккуратно. Еще одно задание – анализ урока, который делает участник этой же команды. Итак, структура урока соответствует возрастным особенностям, первый класс. Структура урока полностью соответствует типологии урока, открытии нового знания. Конкурс педагогических команд на региональном уровне организован впервые. Профессиональное состязание проходит при поддержке фонда президентских грантов. Это замечательно, что год педагога и наставника на базе города Заречного проходит такой конкурс лидера образования, который дает толчок, я думаю, не только молодым педагогам на данный момент, но и нашим наставникам, которые тоже совместно с нами чему-то новому обучаются. Это большой плюс для развития команды в целом и школы в целом, потому что здесь идет развитие вообще всего педагогического коллектива, потому что мы знаем, что один человек, он, конечно, способен на многое, но когда за его плечами, за его спиной стоит еще большая команда, которая ему во всем помогает, это вдохновляет, воодушевляет и дает много сил. За победу борются шесть школьных команд из Кузнецка, Городище, Пензы, Башмакова, Заречного. Лучшую сборную назовут на церемонии закрытия конкурса «Лидеры образования-2023». Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, Телерадиокомпания «Заречный».